Это наши беседы из цикла «Во свете Библии. Открытым оком». Так как мне пришлось 50 лет на миссионерском поприще быть, то сегодня многие задают вопросы, ну вопросы такие, с нападками. Вот вы креститесь рукой, ну все, даже говорите правильно, ну зачем это нужно? Ну Христос этого не оставлял. То есть обряды нам не нужны, мы же в духе понимаем. Бог ищет поклонников в духе истины. Я хочу сказать, даже не пытаясь переубедить, переубедить нельзя. Если душа подписана для ада, для мучения, ее ничем не вырвать. Иоанн Затауз говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. И вот читаем. Лука, 22 глава, 41 стих о том, что внешнее поклонение Бог не отвергает. И сам отошел от них на горжение камня и преклонив колени, молился. Я беседую, скажите, что такое горжение камня? Даже этого объяснить не могут. В оригинале написано на длину брошенного камня, на сколько можно бросить. Вот на столько он отошел. Дальше или больше, ну в общем-то примерно там, скажем сколько там, 30 метров, 50. Значит, и преклонить колено это обряд. Обряд как частная домашняя молитва, так и общественное богослужение христиан сопровождается обрядами и символами. Что такое обряды? Обрядами называются такие священные действия, посредством которых во время молитвы и богослужения выражается известная истина веры христианской, какое-либо священное событие из жизни Христа и его церкви, или известное настроение души молящегося человека. То же самое означает священные символы, употребляемые христианами во время молитвы и богослужения. Например, обряд троекратного погружения в воду крещаемого обозначает, что он, окрестившись своими Отца и Сына и Святого Духа, умер для греха и воскрес для обновленной жизни во Христе Иисусе. Колоссинам 2.11.12 В нем вы обрезаны, вот где обрезание, прообразовало крещение. Обрезаны обрезанием неркотворенным, с обречением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы воскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Раз воскресил из мертвых, значит, что? Это получена была новая жизнь, обращение к Богу. Деяние 2.38. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Смысл? Крестится для прощения грехов? Сектанты этого не знают. У них только для обещания Богу доброй совести. То есть прощения там нет. Почему? Потому что нет священства. И получите дар Святого Духа. Если узнали языки, а ты молишься на языках, а ты знаешь на языках. Вот такой выступает иногда миссионер Олег Стеняев. Меня иногда спрашивают православные, ну кто из них там? Кураев выступает, отец Дмитрий Смирнов. Ну хорошие проповедники. Ну знаю, там даже Иларион епископ нередко. Патриарх скажу, что лучше Олега Стеняева никто не доказывает правоту православия. Он на основании священного писания. Он владеет, насколько возможно, арабским языком. Считает еврейский. Я с ним встречался неоднократно. Он мне рассказывал интересные случаи, как он попал к пятидесятникам. Когда он, слыша, как они разговаривают, абракадабра, там кричат, ну там беснование когда. Он решил, тоже заговорил. Ну ясно делал, заговорил, видно внушительно. Слова такие, как сразу нашелся переводчик и начал переводить, что это наша община, она такая там святая. Я не знаю, какие слова он может сказать-то. Когда кончился, подошел к пресвителю и говорит, да зачем же обманывать этой людей? Я читал молитву заупокойную еврейскую, на еврейском языке. Да будет, душа моя завязана в узел у тебя. Ну я говорю, никак. Он говорит, я повторю вам сейчас, что я читал опять. Это я наизусть, говорит, я знаю, это не под каким видом. Это уже не заблуждение, это дом у малешенных. Им надо истолковать. Вот я вел занятия в университетах. И каких только обвинений против не было. Ну люди обращаются, каются, приходят в церковь. А он, мы знаем, занимался гипнозом, учился у каких-то знаменитых, там чуть ли не колдунов. Понятия не имею. О ком вы говорите? Обо мне? Я верующий христианин, близко не знаю ни одного гипнотизера. Как-то Олег Синяев тоже рассказывал. Где-то он был чуть ли не в Караганде. Я могу здесь маленько даты перепутать. Ну был у Баптистов, говорил, но одна подошла и говорит. Вот вы говорите, но это неубедительно. А вот мы были в Барнауле. Вот там есть Сладкин Игнатий. Вот мы были там. Нам сказали, когда он будет говорить, вы сразу поднимайтесь и уходите. Его нельзя слушать. Ну и что? Ну вот он стал говорить, мы с мужем пытались со скамейки подняться, так и не могли. Вот как кто-то нас приковал там гвоздями-то. И так и сидели и слушали. Ну что, серьезно в это верить? Но это Бог делает. Как я в летном училище вел занятия, это летное. 470 молодых людей. Все с образованием. И однажды мне и говорит офицер, который с ними там занимается, Мазур Николай Павлович, кажется, майор он был. Он говорит, у нас сегодня артисты выступали, из Москвы были. Ну и в Уштабе уже, да и тут полчаса и обед у нас будет. Ну я говорю, давайте хоть минут 20. Да ну не будут слушать, но они уже устали. Тем более ваши-то занятия, они трудные такие. Ну я говорю, давайте попробуем, я более легкую тему возьму. Я вот говорю и знаю, как на это скажут. Вы рекламируете себя. Ну считайте за рекламу. Ну подражайте тогда, Павел говорит, мне, как я Христу. В то время, какая реклама, когда перед тобой сидит такая масса людей. Я стал говорить. Офицер заходит, полчаса прошло, он показывает, кто у них там старший, сержант. Часы. Он махнул рукой, не надо. Проходит час, второй, и они сидят вот такие глазенки. Он после игры такого даже не видал. Призвали меня, и там, я не знаю, полковников сколько было, там трое или пятеро, там другие ниже чином. Вот такой у них настрой. Они тоже пришли, слушали. Слово Божие имеет доступ. Он говорит, у тебя какое впечатление? Они говорят, у меня такое впечатление, как будто бы я ничего не учился, никакой академии не знаю. Почему? Потому что Библия заговорила, язык Библии. Но его нужно подать так, чтобы это принято было. А как? Никогда не говори то, что ты не пережил и не знаешь, и не веришь. Я это все пережил. Любое место Писания открывает, оно по мне проехалось. Оно вошло в плоть и кровь мне. Они не знают чем. Давай угощать пиво, не пью в облу, не ем. Достали сапоги, им давали. Так сапоги подарили. Как раз 43 размер. Сколько носил их? Хорошие офицерские сапоги. Я все это говорю к тому, что никого не отрицай. Ни сектанта, ни православного ты не знаешь. Ну, кто может сгодиться? Какой мышонок перекусит эту сеть, в которую лев попал? Я от этого говорю не для унижения. Белая одежда, надеваемая на крещание, на крещаемого, служит символом, то есть знаком чистоты его души, омытой от грехов в крещении и записанной в книге жизни. В крещении омываются грехи. Я попутно это говорю. Сектанты все не признают никто. А вот были такие баптисты, так и назывались баптисты, они это признавали. У них это в верующей не было. А когда объединились, дурная темная сторона победила. Так называемые евангельские христиане, они это сразу все отмели. Потому что баптистов было меньше. Откровение 3.5 и 7.9. Совершением самого крестного знамения, мы наглядно показываем, что верно, верим во Христа, пострадавшего и распятого на кресте за грехи мира и за нас грешные. Господь создал человека не только из души, но и из тела. Поэтому он и должен прославлять Творца своего не только душой, но и телом. Если бы мы были бесплотные духи, как ангелы, то молились бы Богу только духом. Но мы же из тела, из плоти. Когда говорят сектанты, а мы только духом. Ну как же, вы колени преклоняете, руки складываете, глаза закрываете. А когда крестят, вот сектанты, интересно, все одинаково опрокидывают человека. Вот, допустим, человек стоит, они вот так берут его, опрокидывают назад. Никто так никогда не крестил в мировой истории. Я говорю, а почему вы не по Евангелию? Как? Ну написано, мы в смерть Христа крестились. 4.6 или 4.4 кремленам. Да, а мы так и крестим смерть. Да какая смерть? Это положение во гроб. Положение во гроб. Человека кладут так в гроб. Вот человек бежит на фронте, его пуля попала, он закачался, упал. Другой еще как-то умер. Но стоя никто не умирает. Если он стоял, он упадет. Стоя умер только Христос. Ну и кого распинали. Вот он висит, он поднимается и опускается. Аспекция задыхается, снова поднимается, вздохнул и опять опускается. Какие он терпел муки за нас. И поэтому православие крестят стоя прямо к верху, к низу. Даже внешне видно, что православие недосягаемо далеко до сектантов. Если я говорю, они сейчас сразу это отметают. Ну чего ты опрокидываешь-то ее? За чего опрокидываешь? Мы крестились в смерть. Иисуса Христа Павел говорит, в смерть. И мужей веры, это гиганты духа. Такие как Антоний Великий, Макарий Великий. Они это все понимали и оставили нам свои труды. Сразу говорят, а вы что нас осуждаете? Зачем осуждать? Это вы сами себя осудили? Это вы осудили? Мировой опыт церкви. Все это отбросили от себя. Ни одного толкования нет, ни одного собора. Как будто церковь началась с нас. С возникновения какой-то секты. Но это совершенно неправильно. Притча Соломона 17.22. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. А для чего здесь? А выражение лица какое? То есть это внешнее выражение. Иоанн Златоуст говорит, как мы умильно говорим, когда просим об избавлении от великой беды кого-то. Как мы желаем проникнуть в царские покои, чтобы сам царь заступился за нас. Так и перед Богом проливаем слезы, умильно складываем руки. Сирахов 13.31.32. Сердце человека изменяет лицо его или на хорошее, или на худое. Признак сердца в счастье. Лисо веселое, а изобретение притчи соединено с напряженным размышлением. Ихлесиаста.8.1. Кто как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. От избытка сердца говорят уста. Матфея 13.34. Это только считают для того, чтобы понятно было, что лицо это тело, плоть. А как духовно? Духовно мы не знаем, не видим. Но по телу видно, посмотри, как он слезы проливает, как бьет себя в грудь. Это внешнее. Зачем ему бить? И он, войдя, не смел в глаза поднять. Это внешнее. Но это внешнее отображается от внутреннего духа. Вот об этом мы считаем, что есть люди, у которых печать Каин. И с преступниками, когда встречаешься, как у них в лицо. Это развратники, когда. Исаия 3.9. Бытие 4.3.15. Молитва и есть самое живое, самое сильное движение души человека к Богу. Поэтому молитва непременно должна совершаться с участием тела. Непременно. 1 Коринфянам 6.15.20. Они говорят нам, то есть сектанты, не нужно никакого внешнего поклонения. Иоанн же, считаем, 4.23.24. Как бы говорит об этом тоже. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины. И таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истины. Да, так Спаситель учил. А что за этим кроется? Я спрашиваю, а как в духе истины? В Баптистском собрании Маловузовская А3 в Москве выходит проповедник и говорит, в духе, так, братья и сестры, закройте глаза. Вот эти столбы стояли, они исчезли у нас. И начинают объяснять. В первую очередь, братья и сестры, нигде апостолы не говорят. Видите, братья и сестры. Ни разу, 68 раз в Новом Завете говорится, братья и ни разу сестры. Ну, обратите хотя бы на это внимание. Почему? Жены вашей старфактам молчат. А если ты к ней обращаешься, она имеет право что-то сказать. Вот мы добились, у нас ни одна сестра даже слова не скажет. А как же мужчины? Тем более мужчины, если на это не поставлены. А кто так говорит? Иоанн Златоуст говорит. Тем более, ты был более сильный. Ты один раз услышал, принял. Больше этого не будет никакого нарушения. Поэтому у православных и принято изображать честный, животворящий крест Господень. Поэтому поднимаются руки вверх. Молятся. Порядок какой? Существует. Заходит, делает поклоны земные. Вот у нас сейчас Великий пост. Канон Андрея Критского. Вот будет на пятой неделе в среду вечером. Это только на каноне 502 поклона. Только на каноне. Не считая молитвы Ефрема Сирина. А разве это нужно? Ну а как же? Женщина, подходя к кланенности ему. Иисус говорит. Мы знаем, к чему кланяемся, а вы не знаете. А вот ничего не надо. Павел говорит, я смиряю и порабощаю плоть мою. Я этот вопрос задавал многим сектантам. Скажите, как вы порабощаете и смиряете плоть свою? Никто не может ответить. Ну как? Она просит одного, а ты дай другого. Я даже считал, есть такая газета, щит и меч. Это от МВД. Ну спрашивает одного из тех, которые шахидами становятся, мусульман. А к вам могут вот так, ну подосланные быть. Бывает внедряют кого-то. Даже в Афганистане было. Он говорит, нет, пока этого не было. Это очень трудно. А почему? А вы сами судите. Мы встаем, встаем, говорит, в 4 часа. Бывает в полпятого. А дальше ложимся называют. На сон сколько остается? Посчитали. Ну не больше 5 часов. Плюс к тому, мы 3 раза каждую ночь становимся на молитву. Все. 3 раза в ночь. Ну и что? Да ничего. Человек этого не выдержит. Он говорит, или с ума сойдет, или будет такой же, как мы. Вот этот вопрос задавал с дектантом. Вы когда в последний раз спастились? Да мы когда надо объявляем. Ну когда конкретно? Не могут называть. По какой нужде, не знают. У церкви определенный порядок. И где ни возьми, все самость, самость и самость. У церкви все разнаряжено. У нее опыт 2000 лет. И без этого никак нельзя. И поэтому внешнее поклонение, внешняя форма поклонения, она на основании Евангелия, на основании Слова Божия. И отрицать ее никак нельзя. Да будут благословенны все, кто слушает Слово Божие. И исполняет его. Аминь.